Приветствую, друзья! Это Ньюсейдер, я Александр Кушнарь. Сегодня, 25 июня, Международный Гагский трибунал выдал ордера на аресты еще двух старших российских чиновников в отношении бывшего министра обороны, а ныне действующего секретаря совбеза Сергея Шойгу, а также главы Генштаба России Валерия Герасимова. Оба подозреваются в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в отношении Украины. Им вменяют в вину серию эпизодов атак на гражданскую инфраструктуру Украины в период с октября 2022 года по март 2023 года. Исследуются только вот эти конкретные эпизоды, хотя, разумеется, есть и другие, продолжающиеся и поныне эпизоды военных преступлений. Ибо каждый день на украинские мирные города сыпятся российские бомбы и ракеты. И вот только вчера две ракеты Искандер попали в жилые здания в Покровске, убили там как минимум четверых, ранили не менее сорока. Никаких военных объектов там не было. Так же, как, конечно, никаких военных объектов нет и в том же Харькове, или в Одессе, или в Днепре, где постоянно гибнут люди в многоэтажках, куда прилетают опять же российские ракеты и бомбы. И вот эти вот Сергей Шойгу и Валерий Герасимов пополнили теперь уже довольно увесистый список высших чиновников России. Здесь и сам глава Кремля Владимир Путин вместе с уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, которых этот же суд разыскивает за то, что они подозреваются в похищении украинских детей. Здесь также и командующий дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш, а также командующий российским Черноморским флотом Виктор Соколов. Последние разыскиваются международным трибуналом с марта этого года за те же самые преступления, которые вменяются и Шойгу с Герасимовым, то есть за атаки на критическую инфраструктуру Украины с октября 22 по мая 23 года. Ну и, конечно же, можно предположить, что ширится будет список тех российских физических лиц, в отношении которых Международный уголовный суд в Гаге продолжит выдавать все новые и новые ордера на аресты. Разумеется, никто из них не предстанет в ближайшее время непосредственно перед судом в Гаге в очном формате. Однако это не означает, что этого никогда не произойдет. А самое главное это означает другое. То, чего хотел Владимир Путин добиться для России, чтобы она вошла в плеяду самых уважаемых государств мира. Вот эта мечта никогда теперь не сбудется. А происходит ровно обратное. Россия и конкретные ее высшие чиновники приобретают все больше и больше ярлыков позора. Причем позора, который отмечается не только на различных международных конференциях, в статьях западной прессы и в оценках, которые дают политические лидеры разных стран, но еще и непосредственно в рамках уголовных процессов. Причем в Гагском трибунале. И, конечно, Россия никак не может от этого отвертеться и проигнорировать, сделать вид, что ничего не происходит. Хотя, конечно, российские пропагандисты и пытаются это делать. И об этом, в частности, свидетельствует сегодняшняя заметка в пропагандистском издании РИА Новости, где подчеркивают, что Россия не признает юрисдикции международного Гагского трибунала, а также, что страны, которые не признают эту юрисдикцию, имеют более половины населения планеты. Но на самом деле РИА Новости стоило бы обратить внимание на другой важный момент. Не на количество населения, а на количество государств, которые признают юрисдикцию МУС. А этот показатель, это явно не то, что понравилось бы и Кремлю, и российским пропагандистам. Все дело в том, что две трети государств мира, которые являются членами ООН, признают эту самую юрисдикцию. Таких стран около 120 из примерно 190 государств. И вот здесь уже начинается другая история. История, которая показывает, что 70 процентов государств мира арестуют Владимира Путина, если он приедет на соответствующую территорию. Нужно смотреть не на заявления российских пропагандистов, а на реальные действия Путина, Львовой, Беловой, Герасимова, Шойгу и вот тех вот двух военачальников ВКС Черноморского флота России. А их действия показывают, что они не сейчас никуда не ездят, не поедут куда бы то ни было в будущем. Разве что Владимир Путин поедет под гарантией того же Си Цзиньпиня, например, на китайскую территорию или на северокорейскую территорию? Возможно, он еще и рискнет поехать на территорию одной из бывших советских республик в Азии. Да и то едва ли. Но в действительности, как мы видим, Владимир Путин опасается с тех пор, как был выдан ордер на его арест международным и гагарским трибуналом, выезжать куда бы то ни было. Не едет он ни в относительно нейтральную Индию, не едет он в относительно нейтральную Бразилию, не едет он в относительно нейтрально настроенную Россию, Турцию, никуда не едет. А в основном продолжает находиться, очевидно, в своем бункере, опасаясь в любой момент получить ракетой. Причем не даже западной ракетой, а украинской ракетой или украинским дроном. И не только Путин, обратите внимание, практически никто из высших российских чиновников и даже чиновников среднего звена России не думает о выезде за границу. Да что там выезде за границу. Большинство из них продолжают жить в своих домах-репостях, опасаясь буквально собственного народа, опасаясь выйти за пределы забора, который окружает их замок. И это куда лучше характеризует то, как себя чувствуют все эти ничтожные людишки, которые участвуют в том, что они называют СВО, но на самом деле, что являются военными преступлениями против Украины. И они, самое главное, все они, от Владимира Путина до последнего российского чинуши, знают, что все это, именно что, военный преступление. И можно быть уверен в том, что Путин до конца дней своих проживет именно вот в таком состоянии, как и Шойгу, как и Герасимов, как и вот этот Соколов, как и вот этот Кабулаш, как и Мария Львова-Белова, как и многочисленные российские ФСБшники старшего и среднего звена. Они всю жизнь проживут как изгои, осознающие себя как соучастники массовых убийств, если даже не организаторы этих массовых убийств в той же Украине, но не только и в Грузии, и в Сирии, их до конца дней будут клеймить самым страшным позором. И хорошо, что этот позор теперь фиксируется еще и на юридическом уровне. А юридический уровень, а именно вот эти ордера, выданные против всех этих лиц, это ведь не пустой звук, даже если при жизни этих людей они не будут осуждены этим судом. Дело в том, что эти факты, факты именно юридического значения, не смогут игнорировать авторы, в том числе и школьных учебников по всему миру. Причем, вне зависимости от того, где эти учебники будут писаться. Хоть в Индии, хоть в Китае, хоть в Соединенных Штатах, хоть во Франции, хоть в Бразилии, хоть в Аргентине, хоть в Чили, хоть в Мексике. Везде учебники истории просто не смогут игнорировать эти элементарные факты. Факты того, что Международный Гаггский трибунал выдал ордера на арест, например, Каддафи, или, например, в отношении Милошевича, или, например, в отношении некоторых других людоедов. И вот среди этих людоедов, вот в этом самом списке, списке, который можно будет посмотреть и на сайте самого суда, и в Википедии, где угодно, будут в том числе и вот эти вот пока что шесть российских военных преступников, но, разумеется, их список будет расти. И здесь нужно понимать, что все это приговор всем путинским желаниям. Желаниям, которые были связаны с тем, чтобы и он, лично Владимир Путин, и вся его банда признавалась не просто важными переговорщиками на международной арене, а что их будут признавать чуть ли не как лидеров страны, способные участвовать в переделе мира. И Ялта-2 это то, с чем Владимир Путин начинал войну против Украины. Ну, а как мы видим, закончилось все отнюдь не Ялтой-2, а вот такими вот банальными ордерами на аресты, выдаваемые Галакским трибуналом. Все закончилось тем, что НАТО расширяется. Все закончилось тем, что российская армия теряет гигантское количество людей и военной техники на полях сражения в Украине. Все заканчивается тем, что теперь все больше стран в мире, как сейчас показала дипломатическая акция на саммите мира в Швейцарии, считают Россию ответственной за массовые убийства в Украине. И все это, еще раз подчеркиваю, приобретает уголовную окраску. Не просто чье-то мнение, например, мое или ваше. Теперь это уже четкая позиция судей, имеющих непререкаемый авторитет. Это то, с чем войдет в историю и сама Россия. Россия войдет в историю не как родина Достоевского и Чайковского, а как страна, которая совершила серию массовых убийств, военных преступлений, нападений на иностранные территории, губительница прав и свобод, жандарм бывшего советского блока, страна, которая на протяжении целых столетий своей истории занималась исключительно тем, что проводила кровавую колонизацию. Вот такое запомнит Россию. Ее будут запоминать по тому, в первую очередь, что она сделала в Украине, и экстраполировать вот эти массовые кровавые преступления на все российское прошлое, вне зависимости от того, что именно было в этом прошлом. Видеть теперь будут там только лица Владимира Путина, Шойгу, Герасимова, которые сливаются и буквально переходят в лица Сталина, Александра Третьего, Ивана Грозного и прочих российских живодеров. Теперь именно вот эта линия будет выделяться на первом плане в российской истории. Линия детоубийц, насильников и грабителей. И сегодняшние ордера Международного Гагского трибунала, это лишь еще одно теперь же официальное заклеймение России и ее омерзительных руководителей. Ну а для Украины, конечно, такие ордера, это в первую очередь в будущем возможность подавать в том числе гражданские иски к России и взыскивать с нее вот те самые сотни и сотни миллиардов долларов в порядке компенсации ущерба. И не стоит забывать, что Большая Семерка совсем недавно совершенно неспроста заявил о том, что Россия должна выплатить Украине компенсацию в размере почти половины триллиона долларов. Это в два раза превышает арестованные российские активы. И это означает, что даже после того, как рано или поздно эти активы будут конфискованы, Россия будет поколениями выплачивать Украине вот те самые компенсации. И опираться будут эти компенсации в том числе и вот на эти самые ордера на аресты. Таких вот, как Путин, Шойгу, Герасимов, Соколов, Кобылаш, Мария Львова-Белова и, я уверен, многие другие. Я уверен, что это еще далеко не последний ордер на аресты в отношении российских чиновников. Спасибо, друзья, за то, что остаетесь с нами. Нашему каналу нужна ваша поддержка, поэтому, если вам нравится то, что мы делаем, вы можете поддержать нас через ресурсы, ссылки на которые найдете в описании к этому видео. PayPal, Patreon, BuyMeCoffee, банковский счет с реквизитами и суперспасибо от Ютуба в виде отдельных кнопок под каждым нашим роликам. Мира и здоровья всем! До скорого! Продолжение следует...